Всем привет! Сегодня будем продолжать формирование штамба куста пузыреплодника Диабло. Конечно же, сделать штамб своими руками можно не только из куста пузыреплодника, но и из многих других кустов. Я показываю, как сделать из куста штамб сразу на двух своих пузыреплодниках. Решила я формировать пузыреплодник на ноге, чтобы освободить место в основании куста, для того, чтобы там могли расти другие растения, потому что во взрослом состоянии пузыреплодник Диабло очень габаритный. Ссылку на предыдущее видео, где я подробно показывала и рассказывала, как начинало формирование штамба, для чего я это делала, я оставлю в описании и продублирую в подсказках в правом верхнем углу. Вы можете их найти и посмотреть. Ну а сейчас давайте уже перейдем к делу. Начала я формировку в 2020 году, а сейчас будем подправлять то, что у нас получилось, формировать крону, убирать лишнюю поросль, чтобы в итоге получить тот вид куста, о котором мы мечтали. Начнем с куста пузыреплодника, который у меня находится на переднем дворе, а потом перейдем к следующему. Этот кустик обрастает довольно-таки медленно, медленнее, чем тот, который растет на заднем дворе. Я думаю, что это связано с тем, что когда я начала формирование, я оставила этот длинный побег, который изначально не был разветвлен. Это был просто длинный хлыст. У того пузыреплодника, который на заднем дворе, ветка, которую я оставляла, уже была разветвлена. На ее верхушке было много веточек, отходящих в разные стороны. Поэтому, несмотря на то, что они формировались в одно время, этот кустик сейчас выглядит более пышным. Но этот дьябло тоже наберет массу, ничего страшного нет, он разрастется, просто ему нужно будет чуть больше времени. Что мы начинаем делать? Прежде всего убираем молодые веточки, которые идут от основания куста с весны до осени. Периодически, в течение весны и лета, нужно подходить к кусту и выламывать или состригать новые побеги. Иначе куст зарастет и штампа не будет. Дальше осматриваем сам стволик. Если на нем есть побеги, в тех местах, где по нашей задумке их не должно быть, то их мы тоже удаляем. Я сначала решила оставить эти веточки, чтобы опустить крону пониже. Мне показалось, что крона высоковато находится, но потом придумала и все-таки их состригла, потому что гортензии, которые растут под пузыреплодником, станут выше. И крона дьябло тоже разрастется, так что со временем все будет смотреться гармонично. Как формировать крону? Тут нужно определиться, какую форму крона вы хотите. И исходя из этого, уже можно формировать ее. Это может быть шар, подушка или зонтик, квадрат, прямоугольник. У меня по задумке должен быть шар, поэтому я уже намечаю именно эту форму. Можно и не формировать какую-то определенную геометрическую форму, а дать кроне отрастать так, как заложено природой, чтобы она смотрелась естественной. Но даже в этом случае с ней лучше поработать, прищипывать верхушку каждого побега, чтобы стимулировать ветвление, чтобы она лучше кустилась и чтобы кустик был более пышным. Для этого каждый побег нужно будет подрезать на 1 третью всей длины или наполовину. Я решила срезать верхушку, чтобы получить более округлую форму, а то сейчас крона выглядит вытянутой кверху, что-то наподобие овала. Вот и все. С этим кустом мы закончили. Теперь давайте перейдем к другому. Этот дьябло уже очень сильно оброс. Я с июля к нему не подходила. Посмотрите, какие длинные побеги он пустил от основания. До такого лучше не допускать. Первым делом я удаляю поросль в основании куста, все подчищаю. Побеги уже крепкие, выломать их не получится. Тут уже нужно работать с секатором. Вот такая охапка получилась побегов, которые росли возле основания куста. Дальше осматриваем ствол. Он чистый, на нем побегов нет, которые нужно удалять. Так что переходим уже к самой кроне. Крону здесь я тоже планирую формировать шаром, поэтому мы визуально рисуем круг, и те веточки, которые выходят за пределы этого воображаемого круга, мы подстригаем. Затем отходим подальше, чтобы посмотреть, что у нас с вами получилось. Видим, что еще есть веточки, которые нужно подправить. Подходим к кусту и состригаем лишнее. Я укорачиваю каждую длинную веточку, которая выходит за пределы нашего с вами воображаемого круга, и с правой стороны, и с левой, чтобы в итоге все стало ровным. Отхожу, опять вижу, что осталась веточка, которая торчит, она у нас слишком длинная, тоже ее обрезаю. Не забываем про нижние веточки, тоже их укорачиваем. Вот уже более-менее намечается форма шара, но все равно есть еще ветки, которые выходят за пределы. Их укорачиваем, не нужно сразу много отрезать, лучше лишний раз отойти и посмотреть. Снова отходим. Видим, что все более-менее ровненько. Теперь сдвигаемся правее. У нас же с вами шар, то есть фигура объемная, так что нужно обойти, обстричь куст со всех сторон. Сейчас я подравниваю ветки слева, все подстригаю. Опять-таки придерживаемся нашей формы. Все должно быть округлым. Я перемещаюсь правее, и уже становятся видны неровности. Опять визуально рисуем круг, и все веточки, выходящие за его пределы, состригаем. И так проходим вокруг куста. При этом не спешите. Лучше не достричь ветку, чем состричь больше, чем нужно. Лучше лишний раз подойти и подстричь, чем испортить форму, убрав слишком много. Почаще отходите, смотрите на кустик со стороны. Так очень хорошо видно выбивающиеся из общей формы веточки. Сейчас сентябрь, погода прохладная, растения уже не так активно нарастают. Так что я думаю, что в зиму пузыреплодник уйдет в таком виде. Слишком сильно веточки не отрастут. Так что следующая формировка уже будет весной. А вот весной и летом куст очень активно нарастает, поэтому там уже придется стричь почаще, чтобы и форму поддерживать, и побеги в основании куста удалять. Немножко подрезаю выпирающие веточки, отхожу, смотрю, все более-менее устраивает. Двигаюсь опять чуть правее. Смотрим. Вот опять справа ветка, которая очень сильно выходит за контур круга, и слева веточки тоже нужно будет подровнять. Я каждую из них обрезаю и перемещаюсь опять правее. Здесь я вижу, что боковые веточки в принципе нормальной формы, но верхние выбиваются слишком вверх, их нужно укоротить. Вот такой кустик у нас с вами получился. Форму шара мы уже наметили, контуры уже более-менее понятны. Да, крона еще жидкая, не хватает вот этой, знаете, массы, но ничего, со временем все это будет. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, я всегда отвечаю. Мне очень важно общение с вами, когда вы делитесь своим опытом, проблемами, советами. Отзываетесь на мои просьбы и вопросы. Спасибо, что провели это время со мной. Девчонки просили сделать такое видео, показать, как чувствуют себя мои штамбы Диабла, как они выглядят, как я продолжаю их формировать. Вот, показала, рассказала. Надеюсь, информация была для вас полезной, пригодится вам. Ну, а я вас целую, обнимаю. Желаю прекрасного настроения. И до новых встреч в следующем видео. Пока-пока!